С момента той страшной трагедии Бесланской школе номер один прошло вот уже 14 лет. Но и сегодня, спустя годы, боль за сотней невинных людей, погибших во время теракта, не утихает. Знаменитый детский врач, доктор медицинских наук Леонид Михайлович Рошаль, человек, посвятивший всего себя спасению жизни, детских жизней. Ему столько раз приходилось буквально удерживать их в руках. Так было и в те дни в Беслане. Это человек, который учился у нас в Щелкове, который создал себя сам, который стал человеком, отдавшим себе людям. Сегодня же этот человек дает урок мужества ученикам Щелковской школы номер 12 имени Чкалова, школы, где и он сам учился. Его встречают с шумными аплодисментами, но сам доктор Мира начинает свой рассказ с минуты молчания в память о жертвах той трагедии в Беслане. Жизнь непростая сейчас, все это знают. Мы живем иногда по другим законам, да, и есть недостатки у нас. Но все равно, знаешь, вот, когда куда-то уезжаешь, да, а потом возвращаешься в Россию, приземляется самолет, и вот сердце, я дома. Один из пациентов Леонида Михайловича сегодня обучается в школе номер 12 имени Чкалова. Слова благодарности ребенок выражает стихами, так искренне. Дай Бог вам здоровья и сил, и терпения. Спасибо огромное вам за спасение. Всероссийская акция «Урок России» проходит во всех уголках нашей страны. Но ученикам 12 школы очень повезло, ведь далеко не каждый день выпадает возможность задать вопрос человеку, что спас сотни людей, сотни их сверстников. Великий такой человек, человек на самом деле герой, очень уважаемый. Это была большая честь для нас. Считаю, что таких уроков должно быть больше, чтобы молодое подрастающее поколение могло набраться опыта от таких действительно великих и всемирно известных людей. Сегодня в школе номер 12 обучается более 1200 ребят. Вот такое большое и красивое здание, где учтены все современные требования. Но когда-то школа номер 12 располагалась на улице Супруна-2. Вот оно, это маленькое, уютное двухэтажное здание. Именно здесь и учился Леонид Михайлович Рошаль. Родные стены, школа, целая жизнь. И вновь этот коридор, и тот знакомый класс. И даже на минуту кажется, что время повернулось вспять. А рядом его одноклассница, соседка с первого этажа родного дома. Ощущение, значит, такой все же радости. Рядом вот он дом, тот красный, в котором мы с ней жили. В одном доме, в одном подъезде. Она на первом этаже, а я на третьем этаже. Доктор Мира, как противопоставление войне и боли, он всегда бросал все самые важные дела и отправлялся в горячие точки, зачастую без приглашения. Просто потому, что там в нем нуждались. И именно поэтому, благодаря Леониду Михайловичу и его команде профессионалов, своевременному оказанию квалифицированной помощи удалось спасти тысячи жизней. Его урок мужества, реальность, в которой мы живем. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».